Добрый день, друзья! Коллеги, подписчики и подписчицы в том числе У меня на канале женщин все больше и больше становятся подписчицами Спасибо вам за внимание к моему каналу Значит, 22 сентября Что делать на пасеке? Практически еще ничего, наверное Почему? Потому что частично мы пасеку перевезли Значит, осталось еще с двух тачков привезти на прицепах ульи Ну и хочу все-таки посмотреть в улье Не пора ли собирать гнезда Потому что обычно гнезда собираю, когда весь расплод выйдет уже Тогда никакой головной боли нет Но если случается так, что остается одна-две рамки в гнезде с печатным расплодом, который еще не вышел То лучше эти рамки в средине не оставлять Собираем гнездо, как положено в зиму Значит, а вот эти две рамочки с печатным расплодом ставим на край Потом даем 10-12 дней на то, чтобы этот печатный расплод вышел И аккуратненько снимаем пчелу, стряхиваем, а эти рамки убираем Но хочу предупредить, как правило, на этих рамках с расплодом, который выходит Там собирается очень большое количество пчел И, соответственно, там находится и матка Поэтому, когда струшивать пчел уже над гнездовыми рамками Нужно все-таки аккуратно, чтобы матка не упала на пол Ну, давайте глянем с вами вместе, есть ли расплод на сегодняшний день, 22 сентября Ага, это у нас, это у нас земли Там по тебе шмель по колену ползает, по правой ноге Это у нас Вот и шмель Лазит Значит, меня спрашивали Вот есть видео, как быстро увеличить пасеку Когда мы по одной рамочке берем пчелы, подсаживаем туда матку А разовьется ли эта семья до подсолнуха там, значит, и как она разовьется Так вот, хочу сказать, что вот этот вот отводочек Значит, мы его подсилили одной рамкой печатного расплода Этот отводок был майский, где-то, наверное, в 20-х числах мая Значит, уже как бы Какой майский? А, когда? Это 35С Мы его делали в июле месяце А, в июле даже Это сейчас он на крышке посмотрит 1-го 6-го Это мы их только рассаживали 1-го июня Ага, точно Значит, тогда получается Вот с 1-го июня Подсиленный отводок одной рамкой печатного расплода Ну вот, практически развился до 7 рамок Да, пчела тут есть, конечно Но, тем не менее Если бы в мае месяце, то, наверное, бы он больше вырос Но подсолнуха, поверьте, он не принесет Поэтому те отводки нужно подсиливать хорошо Мы подсиливаем рамки по 4 Таких полных, печатных Значит, меда здесь слабо Печатного расплода Да, собственно, никакого расплода уже нет Я смотрю Поэтому некоторые Некоторые семьи Нет Расплода Нет Весь расплод вышел Матка прекратилась сеять Нет Отводочек довольно-таки Слабый Поэтому Меня спрашивали Когда можно объединять Объединять уже будем Когда повсеместно не будет расплода Когда будет Прохладная погода Вот тогда и объединять Тогда объединяются они хорошо Матку даже не надо искать Отвечу сейчас на один вопрос Если внимательно посмотреть на пчел Которые здесь находятся на рамке Они ведут себя тихо, мирно, спокойно Значит, каждая занимается своим делом Куда-то идет Что-то там он в ячейках с медом делают Вот Многие задают вопрос Караул не нашел матку Смотрел три раза Значит, матки нету в гнезде Значит, все безматочное Осенью Матка уменьшается в размерах Тем более, что если она не меченая Ее очень трудно заметить среди пчел Значит, и Если достаете рамку Пчелы спокойно ведут себя на рамке Значит, матка там присутствует А вот когда поднимаете рамку И пчелы По гулу Только открыл, значит, вот пленку я снимаю Да, сразу гул Не естественный в семье Такой Гудят пчелы Ненормально Это раз Потом рамку, когда достаешь Они Поднимают брюшко Открывают Залазуна сона Значит Крылышками трепощут Машут Вентилируют Значит И Жалобно-жалобно гудят Это первый признак Что матки в семье нету Однозначно А Когда себя на рамках пчелы ведут спокойно Вот То Матка В улье есть И на улице довольно еще тепло Поэтому Вот как бы Гнезда уже и можно собирать Но мы этого делать не будем Мы подождем Прохладной погоды Дабы Не вызвать Воровство В семьях Тем более Что мы их перевезли Недавно Домой Они Возбужденные Сейчас Так что На новом месте Шныряют Недчем поживиться Значит В отводке Расплода нету А сейчас Глянем здесь Ну как я и говорил На крайних рамках Мед присутствует И перга Залитая медом Так что Гнездо Есть чего собирать А вот теперь Сейчас глянем Как насчет Расплода Вот здесь Единичные ячейки Вон с печатным расплодом Сейчас оно будет выходить Это все дело Но это уже Вот на этой рамке Тоже Вон пчелка Выходит Уже Рождается Новая Особь Ты скажешь Рамки такие Нельзя Вынимать С расплодом Чтобы Алячки Могут Развестись Не Ну если Рамки убираются В омшанник С расплодом То эти рамки Обязательно В перетопку Значит А вот здесь Вот матка Еще продолжает Сеять Есть яйца И есть Детка И довольно таки Прилично Это уже плохо Потому что А вон и матка А вот и матка Это Матка От Вани Фабро Нет Это наша Вадим А нет Это наша Точно Наша Наша Матка Наша Так что Ванька Звоняй Ну Молодые Матки Как правило Долго Сеют Так Значит Гнезда Собирать Еще рано Присутствует Расплод Значит И Если кто-то Будет поздно Собирать Гнезда И решит Не оставлять Маленькие Пяточки С расплодом В гнезде Я тоже иногда Так делаю Чтобы потом Лишний раз Не лезть В улей Не доставать Рамки После расплода Я Небольшие Пяточки Рамки Достаю И в Сутохранилище Выношу Но На следующий год Вот там Где пяточки Расплода Ну они Там пчела Умрет Будем так Говорить Значит Ни в коем случае Нельзя назад Ставить гнездо Потому что С этого расплода Может Болячки Всевозможные Развиться Значит Их Перетопку Так Ну теперь Как бы положение Мы видим Что в гнездах Творится Они Практически Все одинаковые Матки Все этого года Молодые Поэтому там Расплод еще Присутствует Некоторые матки Даже он Продолжает Еще сеять Значит Гнезда Будем собирать В октябре Месяце Мы находимся В восток Украины Так что Можете Ориентироваться Всегда Собираем Гнезда В октябре Месяце Следите За дальнейшими Новостями Нашего канала Подписывайтесь На канал Не забывайте Ставить лайки До скорых встреч Ребята До октября Месяца Продолжение следует... Продолжение следует...